Друзья, всем привет! Хочу вам показать вариант ожившего саженца, который мы чуть было не выбросили. Посмотрите, это саженец метельчатой гортензии сорта Bonfire. В полуторалитровом горшочке прошлого года посадки. То есть это, можно сказать, однолетний саженец метельчатой гортензии. Нового сорта. И посмотрите, вот после зимы у него не проснулись почки на основном побеге. Хотя, хороший имеет развитие. Вот толстенький такой, миллиметра 3-4 основной побег, боковые есть. Но вот почки, видите, как не раскрылись. Причины могут быть разные. Может быть он немножко подмерз. Сложно сказать. Может быть корневая система подгнила еще в осенний период. Ну, вот такой вот он имел вид. Буквально несколько дней назад мы заметили, что на нем появились вот такие молодые ростки, почки. Вот еще одна почка. Посмотрите, поближе вам показываю. То есть, ближе к корневой шейке проснулись спящие почки. И растение ожило. Ничего мы с ним не предпринимали. Оно стояло. Ну, почва влажная. Конечно, оно было полито вместе со всеми. Но развития никакого не было. И, в принципе, это уже был претендент на выбраковку. Хотели его выбросить. Не делайте поспешных выводов. Дайте растению все-таки какое-то время. Дайте ему шанс. Не выбрасывайте. Не надо тормошить его корневую систему. Там что-то искать. Какие-то гнилые корешки. Просто оставьте его в покое. Поухаживайте за ним какое-то время. И велика вероятность того, что проснутся все равно спящие почки. И саженец оживет. И в дальнейшем превратится в шикарное растение. Кроме этого, метельчатая гортензия очень неприхотливое растение. Но нужно, конечно, знать агротехнику, правила посадки, правила обрезки. Очень важны для этого растения. Если вы хотите вырастить шикарное цветущее растение, тут, конечно, нужно уметь за ним правильно ухаживать. У меня очень много видео на канале об обрезке, о подкормке, об обработке метельчатой гортензии от болезней и вредителей, о подвязке ее, чтобы побеги не ложились на землю и растение не разваливалось. Все это нужно знать. Но ухода метельчатая гортензия требует, ну, можно сказать, минимального. А то не заставит вас заботиться о нем каждый день, как за маленьким ребеночком. Нет. Минимальный уход, обрезка, пару раз за сезон подкормка и обработка. Это все, что нужно для метельчатой гортензии. Укрывать ее в зиму не надо. Хорошо зимует под снегом, не вымерзает. До минус 30-32 градусов выдерживает морозы. Поэтому в средней полосе и даже в более северных регионах хорошо себя проявляет, растет, цветет самое главное и радует своих владельцев. Если вы еще не посадили на своем садовом участке, на даче метельчатую гортензию, обязательно это сделайте. Поверьте, это растение вас покорит и будет радовать долгие и долгие годы. Кроме этого, оно очень легко размножается с помощью черенков. Как это сделать, у меня также много видео на канале. Сейчас, когда появились вот эти молодые побеги, ростки, я все-таки думаю вот эту вот высохшую часть мертвую отрезать. Я взял секатор и сейчас посмотрим. Отрезать буду частями. Хочу посмотреть все-таки, как выглядят на срезе вот эти вот побеги. Сейчас я вам покажу. Срез. Вот видите, цвет серый, а должен быть фисташковый. Видно, что побег то ли подсох, то ли подмерз. Видите? Вот. Поэтому я срежу его покороче. Где-нибудь вот здесь. Вот смотрите, вот так я его обрежу. Здесь уже вот видно, сейчас я вам поближе покажу. Вот. Здесь уже видно зеленое. Зеленое. Это говорит о том, что ниже, ниже этого среза растение живо. Вот эти три почки я оставлю, конечно. И в дальнейшем, может быть даже в этом году, возможно, возможно, это растение сможет зацвести. Ну, в зависимости от погоды и от того, как оно будет развиваться. Даже такие растения могут свести уже в год посадки. Особенно в южных регионах. Ну и в средней полосе также есть такая возможность. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.